Девушки отдыхают Геральд, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузна. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Как скажешь. Не лезьте его под меч! Надо за спину, Рейдин. Не бейте. Эх, я бы прийду в старые добрые времена, да? Да, будто я звергин и не бьюсь. Нехорошо. Ну, все у нас исправно вышло. Теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. Сто лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Эктерс Добрена. О, так упражняюсь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но Рейдинский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то насмурнел. Что такое? Не хочу тебя нагружать своими бедами. Не свисти, Геральт. Говори уж, в чем дело. Я ищу Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? Шесть? Семь? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. У-у-у, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. Да разное. Дай угадаю. Трис? А может, Йеннифер? Мы с Трис поговорили и выяснили отношения. А что касается Йеннифер... Так ты ее нашел? Рассказывай все, как было. Давай в другой раз. Сейчас есть дела поважнее. То есть? А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится? Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окор, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся, может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Ого, записка от Благодарной Моузы. Значит, письма чужие читаешь. Мое лицо залил румянец, и я погрузилась в чистый экстаз. Поглощи... Это та самая лютня от эльфов издоль Блатаны? Ага. Если он ее не взял, значит, очень спешил. Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Все из лучших виноградников. Серебряный лавр победителя ежегодного состязания трубадуров мастеру Лютику. Сам князь Эривард вручал. Ох, и ужин был в честь победителей. Лютик учил свинью петь йодли, а я... Ой, ладно, не будем об этом. Ага, десять бочек изысканного Тусянского, пять ящиков Саденского тройного... Хм, ничего интересного. Да нет, это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Да, Лютик и ежедневник. Очень смешно. Даже если он что-то отмечал, то, наверное, очень по-своему. И только он сумеет разобраться в своем бардаке. Погоди, может, все не так плохо. Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? А, о, вот оно! Последнее время он встречался только с девушками. Золтан, ты предлагаешь ходить по всему городу и расспрашивать о Лютике женщин, с которыми он встречался? А у тебя есть идея получше? Лютик трепло. Наверняка он рассказывал им о своих планах. Хм, ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так. Я расспрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже, обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. А ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Если что, я тут рядом. Ты почитал бы. Это же есть работа. Я тут. Я тут. Я тут. Я тут. Фурдского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкратсу Виконту де Летенхофу титул магистра Семи свободных искусств. Юлиан Альфред Панкратс, все забываю, что он так по-дурацки называется. Семи свободных искусств. Семи свободных искусств.